Всем привет! Вы на канале Технолинк. Сегодня в видео мы рассмотрим 5 лучших смартисов с сайта Алиэкспресс. Ссылки на самые низкие и актуальные цены вы сможете найти в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. А вы в свою очередь подпишитесь на канал и прожмите лайк под этот ролик. Я буду вам за это очень признателен. Небольшая пауза и приступаем к обзору. Колуми P8, несмотря на цену, сделаны очень аккуратно. Бока у них алюминиевые и приятно холодят руку. Дисплей прикрыт закаленным стеклом, а спинка пластиковая. И на ней находятся оптические датчики. Из элемента управления имеется одна металлическая кнопка. Нажимается она с приятным щелчком и отвечает за включение дисплея и за возврат к основному циферблату. Есть и включение поворотом в запястье. Срабатывает оно надежно, но иногда может реагировать даже на какое-то иное движение руки. Есть возможность задать временной интервал, в течение которого часы не будут включаться таким образом. Это полезно, если вы имеете правильничку спать, не снимая часов. После включения дисплей остается активным 5 секунд. Изменить это значение нельзя. Ремешок силиконовый, довольно приятный, с надежной застежкой. Длины хватит даже для массивного запястья, но и ребенку также подойдет. Заявленная емкость аккумулятора 170 мАч. По заявлению производителя, его должно хватить примерно на неделю. И небольшой тест показал, что эта цифра близка к реальности или даже слегка занижена. На 7 через 10 дней работы в более или менее обычном режиме с довольно большим числом уведомлений батареи хватает. Зарядная клипса не магнитная, но в общем проблем не доставляет. Хотя для того, чтобы зарядка подошла, придется как следует прицелиться и совместить контакты на клипсе и корпусе часов. Сама зарядка довольно долгая, длится около 2 часов. Заявлена водозащита стандарта IP67. То есть часы можно погружать в воду на глубину до 1 метра, но работа под водой не предусмотрена. В реалиях смарт-часов такое обычно значит, что принимать душ и ванну в часах можно, а вот плавать не снимать часов не стоит. Дисплей IPS. Вполне стандартный для такого рода смарт-часов. Имеет размеры 1.4 дюйма и разрешение 240 на 240 точек. Качество дисплея мне понравилось. Разрешения вполне достаточно. А максимальная яркость позволяет пользоваться часами даже на прямом солнечном свете. Виброотклик мне в общем понравился. Он средней силы и пропустить его сложно. Единственное но. На события часы реагируют всего на всего однократной вибрацией. Этого может быть маловато. Отрегулировать силу виброотклика не получится. Вшитых циферблатов всего 3. Причем один из них настраиваемый. Можно в качестве фона использовать любое изображение. Разместим на нем в разных вариантах данные о времени, дате и прочем. Но тремя циферблатами дело не ограничивается. И с помощью приложения можно загрузить еще один. Четвертый. Выбор его из нескольких сотен доступных вариантов. Среди которых попадаются и довольно симпатичные и информативные. Это неплохие часы. Но если вам нужно устройство для фитнеса или спорта, лучше взять что-то посерьезнее. Или за те же 20 долларов купить фитнес-браслет от Xiaomi. Не так давно вышедшие смарт-часы Hello, Seller, LS05 стали одним из самых интересных бюджетных вариантов на рынке. Внешний вид устройства очень приятный. Часы получили класс защиты IP68. За визуал отвечает LCD-дисплей с разрешением 240х240 пикселей. При его диагонали в 1,28 дюйма. Качество изображения на экране довольно-таки неплохое. А хороший запас яркости лишит вас дискомфорта при использовании смарт-часов в солнечную погоду. Ремешок на часах съемный. А это значит, что его можно заменить в любой момент. Носить часы очень приятно. Порой даже забываешь, что они у тебя на руке. А все потому, что весят они всего 54 грамма. Даже во время тренировок никаких натертостей на запястье вы не получите. Solar LS05 связывается со смартфоном с помощью Bluetooth 5.0. Часы могут измерять пульс. Шаги и отслеживать 12 разных видов физической активности. Также можно устанавливать будильник. Включать таймер. Переключать музыку на смартфоне. Ослеживать качество сна. Просматривать погоду. Ну и читать смс-вудомления, которые приходят вам на телефон. Главный циферблат отображает полезную информацию. Такую как время, уровень заряда батареи и часов и пройденные шаги. У Solar LS05 нет возможности установить сим-карту. Соответственно и нет функции GPS. Но зато с автономностью у этих часов все в порядке. Модель получила аккумулятор емкостью в 340 мАч. При умеренном использовании часов они без проблем смогут продержаться около 30 дней на одном заряде. Если говорить об активном использовании, то бишь круглосуточном отслеживании сердечного ритма, а также использовании всего остального функционала, часики продержатся около двух недель. Зарядное устройство крепится к часам через магнит. В общем-то вполне знакомая технология зарядки для подобных устройств. Часы из бюджетного сегмента, и поэтому естественно есть косяки. Но если вы не супер требовательный юзер, этих часиков будет вполне достаточно. Amazfit Beep модель не новая. Пару лет на рынке точно присутствует. Но своей актуальности она до сих пор не потеряла. А Amazfit Beep это некий гибрид Apple Watch. Но часы не выглядят как откровенная копия. Есть 4 цветовых решения. Черные, белые, черная с оранжевой кантовкой и темно-зеленые. Основная часть тут выполнена из приятного на ощупь пластика, который плавно смешивается с дисплеем. Переход между ними ощутим и видим, но никак не влияет на визуальное восприятие. Часы небольшие, аккуратные и не смотрятся вызывающе. В черном свете они подойдут к любой одежде. И в принципе даже к костюму. Дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием и 2,5D эффектом. Палец скользит по стеклу легко. Отпечатки не очень заметны и удаляются легко. Сам корпус крепкий и собран хорошо. Есть защита от брызг по стандарту IP68. То есть можно принимать душ и мыть руки. Amazfit Beep легкие, всего 31 грамм и на руке не ощущаются. Комплектный ремешок выполнен из резины. Он удобный, мягкий и во время тренировок не парит кожу. Часы оснащены квадратным дисплеем с разрешением 176х176 пикселей и диагональю 1,28 дюйма. С учетом размера корпуса экран кажется небольшим. Матрица оснащена светоотражающей подложкой. Поэтому при наличии внешнего освещения подсветка не нужна. А изображение читается легко при любых условиях. Дисплей всегда включен. А подсветка включается при классическом жесте просмотра времени. Часы работают на закрытой операционной системе. Отдаленно похожи на Android Wear. Однако несмотря на позиционирование, Bip это скорее продвинутый фитнес-трекер, а не умные часы в привычном понимании. Но их функциональность и будет достаточно многим. Занимаясь пробежками или велопрогулкой на открытом воздухе, можно не брать с собой смартфон. Все данные будут записаны в устройство. А затем при синхронизации со смартфоном они выгружаются в интерфейс приложения и доступны для анализа. Самое главное преимущество Amazfit Bip перед Apple Watch и огромным количеством других умных часов это их автономность. Если обычные умные часы живут от силы 2-3 дня, то эти легко продержатся в раз 10 больше. Емкость встроенной батареи составляет 190 мАч. Этого хватит на 4 месяца работы в режиме ожидания без подзарядки или на 45 дней в режиме умеренного использования. По отзывам активных пользователей, гаджет без подзарядки может работать до 10 дней. Средний реальный показатель составляет около 20 суток. Корпус Amazfit Pace выглядит очень отполированным. На правой стороне расположена механическая кнопка управления. Нижняя часть часа выполнена из крепкого пластика, а вот верхний ободок сделан из керамики. Часы имеют класс защиты IP67, а их вес составляет 53 грамма. Ремешок очень мягкий и приятно сидит на руке. К тому же при желании его можно заменить. С нижней стороны часов расположены контакты для зарядной станции, а также датчик пульса. С лицевой стороны мы видим довольно-таки аккуратный дисплей с тачскрином. Включается он все той же механической кнопкой. Углы обзора очень достойные. Можно смотреть хоть и под углом в 180 градусов. При таком осмотре инверсии цветов не наблюдается. А все потому, что здесь установлена OLED-матрица. Диагональ дисплея составляет 1,34 дюйма. А вот разрешение 320 на 300 точек. Как я уже говорил, экран круглый. Но при включенном экране можно увидеть небольшой срез в его нижней части. Но не думаю, что это принесет какой-либо дискомфорт. Также рядом с нижней границей дисплея есть датчик освещенности, который сам будет регулировать яркость подсветки, когда это необходимо. Амазфит Пейс работает на интересной операционной системе. Это вроде бы Android, а вроде бы и нет. Здесь использовали операционную систему собственной разработки, которая во многом повторяет интерфейс и логику андроида. В часах также имеется несколько темп для циферблата. Для перемещения по меню используются жесты. По свайпу правой мы попадаем в меню физических активностей и органайзеру. Там же вы найдете пульсометр, трекинг сна, количество пройденных шагов, компас, будильник, секундомер и таймер. По свайпу влево открывается меню спорта, где можно выбрать отслеживание бега или ходьбы. А вот по свайпу вверх вы попадаете в меню с основными настройками. Часы по большей части ориентированы под пробежки, поэтому режим бега получил множество дополнительной информации. Устройство оснащено GPS трекером и проблем в его работе не обнаружено. Но все же для более правильной работы лучше будет установить приложение Амазфит на смартфон. Часы имеют собственный процессор, а также внутреннюю память размером 4 гигабайта. Автономность неплохая. Одного заряда хватает примерно на 5 дней. Казалось бы, что это не так много. Но зато здесь хорошая оптимизация по GPS. Таким образом мы получаем почти 30 часов работы с активацией этой функцией. Смарт-часы Honor Magic Watch 2 имеют металлический корпус, большой круглый экран и две очень заметные стальные кнопки управления. Верхняя включает меню приложений, а нижняя включает просмотр режимов тренировки. Но, к слову, нижнюю кнопку можно будет переназначить. Тельная часть часовая полна из черного матового пластика. По центру расположили модуль с датчиком сердечного ритма. Крепления ремешков здесь уже всем знакомые. Они здесь съемные. А значит, что вы сможете установить те, которые больше всего понравятся. В целом, внешний вид часов мне очень понравился. Часы получили AMOLED-экран с размерами 1,39 дюйма. И разрешением 454 на 454 пикселя. Цветопередача здесь очень порадует. Черный цвет здесь максимально черный. А запаса яркости экрана хватит на все. Ну, если на все, то на многие случаи жизни. Что касательно управления часами, то тут все просто. Здесь задействованы как механические кнопки, так и сенсорный экран. Также в часах присутствует жестовое управление, что также удобно. К примеру, одиночный жест от левого края открывает музыкальный плеер. Также в часах можно смотреть погоду, отслеживать свою активность, измерять свой пульс и даже уровень стресса. Что касательно кастомизации, то на заводских настройках вам будет доступно всего 13 разных циферблатов. Также благодаря встроенному навигационному модулю GPS и GLONASS, ваше перемещение регистрируется без помощи смартфона. И удобным будет то, что прямо на часах вы сможете посмотреть все данные о пройденной тренировке. Если информации будет недостаточно, то в это же время о смартфоне также можно посмотреть всю статистику, но уже более подробно. Производитель указывает то, что часы способны выдержать 5 атмосфер давления, и способны погружаться на глубину до 50 метров. Вот мы и добрались до показателя автономности. Часы получили объемный аккумулятор, который способен вывести показатель автономности до двух недель работы. Но на деле же при активном использовании это примерно 10 дней. Ну и добавлю, что здесь также имеется 4 гигабайта встроенной памяти. А значит можно накачать своей любимой музыки. Ну и в целом часы получились очень достойными. Я надеюсь, что помог вам определиться с выбором часов. Это был обзор на 5 лучших смарт-часов с Алиэкспресс. А я напомню, что ссылки на самые низкие и актуальные цены вы сможете найти в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Можете поставить лайк и подписаться на меня. Это будет лучшая поддержка. Вы были на канале Технолинк. Я с вами не прощаюсь. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok